Этот механизм лежал на хранении у меня много лет. Выкинуть его было жалко, а применить некуда. И вот на днях мне нужно было покрасить очередную мою самоделку. Вопрос про нее будет в конце видео. И я вспомнил, что много лет назад я уже использовал этот агрегат для покраски. Но он громоздкий и занимает много места. Поэтому ту часть, где хранится мешок, я отрезал. И пылесос стал намного компактнее и удобнее. Лишнее отверстие на выходе я временно заглушил веточью, чтобы весь воздух пошел через распылитель. Но если краска жидкая, то часть заглушки можно снять, чтобы в пистолет шел не весь поток воздуха. Да и двигателю так работать будет гораздо легче. Этот распылитель я купил на автомобильном рынке. Он как раз и предназначен для давления пылесоса. Но в комплекте есть насадки для подключения и к компрессору. Накручивается он на любую пластиковую бутылку, что очень удобно. А в качестве трубки для подачи краски идеально подходят одноразовые соломинки для коктейля. Распыление у этого пистолета, конечно, не сравнится с компрессорными. Но для бытовых нужд он очень удобен. А ширина факела и расход краски прямо зависят от ее вязкости. Если развести краску так жидко, как в баллончиках, то она будет похожа на воду. И красить такой краской не очень удобно. Так как без опыта будет много подтеков. Если такого пистолета вы не нашли в продаже, напишите в комментариях. Я покажу, как можно сделать подобную конструкцию самостоятельно, из доступных материалов. Сейчас для примера я налил в бутылку воды. И вы можете посмотреть, как пистолет будет распылять жидкую краску. Лично мне нравится красить более густой краской. Она не так сильно растекается. И в большинстве случаев достаточно одного слоя. И изделие можно сушить. Напишите в комментариях, кто догадался, какую я самоделку сейчас крашу. А если ролик вам понравился, не забудьте поставить плюсик и оценить видео лайком. Спасибо, друзья!